Всем привет, ребятки! Сегодня я хотела бы поболтать с вами на тему одежды, фасонов, кому что идет, не идет, с чем что носить. Короче говоря, сегодня будет обзор вещей, которые я получила из сайта SheInsight и Choice. Так что всем, кому интересна эта тематика, привет и продолжайте смотреть. Если же вас эта тема совсем не интересует, то увидимся в другом видео. И у меня на канале их очень много, поэтому встретимся в другом ролике, если этот вас не интересует. А для тех, кто остался со мной, давайте-ка приступим. Первое, что хотела бы вам показать, это свитер такой мохнатый. Я не знаю, как он будет выглядеть в камере, но в жизни он очень классный. И я наконец-то нашла такой мохнатый свитер, который будет даже подчеркивать мою фигуру, не побоюсь этого слова, а не искажать ее. Потому что обычно в таких свитерах я выгляжу как пироженка. Потому что они вот такие вот с таким горлышком и, знаете, с резинкой. То есть я становлюсь такой вот круглой бомбушкой, а я этого не хочу. Мне очень нравится, что здесь вот такой вот двоеобразный вырез. И по-особенному красиво и сексуально, женственно смотрятся вырезы, когда видны ключицы. Вот, так что этот свитер со своим большим вырезом я оцениваю на пятерку. Есть разные цвета. И я его заказала с мыслью о том, чтобы носить с брюками с завышенной талией и еще с одной юбкой, которую, собственно говоря, вам сейчас и покажу. Очень модным в этом сезоне фасоном является трапеция. И именно поэтому я заказала сначала у китайцев такую юбку. Потому что не была уверена, насколько я комфортно буду себя чувствовать именно в такой юбочке. И она с завышенной талией. Мне очень нравится. Действительно классно и на каблуках смотрится, и с такими сапогами-чулками, которые тоже я в этом видео покажу. В общем, мне очень-очень нравится, и я думаю, что я успею записать все луки, чтобы вы могли посмотреть, с чем же я все эти вещи сочетаю. Короче говоря, я довольна как слон. Продолжаю восхищаться модой на укороченные топы и завышенную талию в штанах. Наконец-то у меня поясница не мерзнет. И я обычно под такие вот топы короткие надеваю какую-то маечку. И так-так классно все смотрится, и удобно кормить тоже малыша. Потому что я приподнимаю свитер, а здесь майка. То есть тело как бы прикрыто, я так грудь просто ему даю. В общем, очень-очень удобно. Я тоже довольна. Юбку-карандаш я видела у очень многих девушек в базовом гардеробе, именно в списке. Я не устояла и заказала себе юбку-карандаш из кожзама. Против кожзама я ничего не имею, честно говоря. И мне как-то в нем не жарко. В общем, каждому свое. Но вопрос к вам. С моим метр шестьдесят два, как это выглядит? Я как-то себя некомфортно чувствую. Возможно, мне только так кажется. А еще второй момент. С чем надевать вот такую вот юбку? С какой обувью? Потому что мне очень не идет такая как-то элегантная обувь, которая облегает мне щиколотки. Не знаю, сразу автоматически мои ноги кажутся еще короче и толще. Хотя я не считаю, что у меня ноги какие-то очень толстые. В общем, не знаю, что-то как-то я не могу придумать. Возможно, вы мне что-то посоветуете. Вот. А с кроп-топом она очень классно смотрелась. Поэтому буду ждать ваших комментариев и советов. Как ни странно, вещь, которая очень сильно понравилась моему мужу, это комбинезон. Я специально его заказала в таком темном цвете, чтобы можно было его носить зимой. Потому что как-то светлый комбинезон. Ну, не знаю, я во всяком случае не люблю. И я в нем утонула. Это самый маленький размер. И то ли он должен быть такой оверсайз конкретный, но не знаю. Мне не нравится. И как вам может быть со стороны виднее. Сапоги-чулки, которые вы могли видеть в моих аутфитах, у меня тоже из магазина Choice. И это, насколько я могу это оценить, это натуральный замш. И девчонки, особенно блогеры, кто имеет возможность заказать бесплатно оттуда одежду, то мне кажется, что достойные сапоги, они сзади сделаны как бы такими чулками. А спереди замш. Такой фасон тоже актуален в этом сезоне. Так что мотаем на ус девочки, кто заказывает из Choice. То есть они, в принципе, неплохие. Конечно же, это не супер-мега-качество, но нигде клея нет, ничего такого. Я знаю, что многие их хвалят, и мне пришли тоже достойного качества. И последняя вещь из магазина Choice. Это сумочка. Вот такая вот прикольная. Если честно, моя подружка увидела ее и спросила, откуда она, что она классная. И немножко даже всегда удивляется. Мне так, Настя, кажется, что я говорю, что это от китайца, потому что много вещей. Вот я показываю ей, и выглядят они неплохо. Я так считаю, и ношу с удовольствием. Сюда много чего помещается. Вот. И это такой вот средний размер. Короче говоря, мне удобно. А на мне сегодня платье из сайта Sheinside. Если честно, то это платье, скорее, для девочек до метров шестидесяти двух. То есть, таких, как я, это максимум. Для тех, кто выше, увы, нет, это будет туника. А так, вы видите, это приятное байковое платье. Клетка красная, синяя, черная. То, что я очень сильно люблю и никак не могу себя как-то ограничить в том, чтобы заказывать, покупать такие вещи. Очень люблю клетку. Мне кажется, что это вообще маска просто на зиму. В общем, очень люблю. И видите, вот вернулись сегодня с прогулки. Здесь такой поясок есть. И я ношу это платье с такими ботинками, очень грубыми. Короче, просто супер. И на каждый день очень удобно и комфортно. Остаемся в теме вещей. На каждый день мои соседи, как всегда, наблюдают за мной. Думаю, что она делает? Чем она там занимается? С кем она разговаривает? И заказала себе такое платье. Я еще его не примеряла. Наверное, в видео вы посмотрите, как это выглядит на мне. Но оно довольно большое. То есть это конкретный оверсайз. Моя любимая полоска. У меня, не знаю, полоска и клетка, наверное, какие-то, знаете, пунктики. В общем, обожаю. Не могу себя остановить. И тоже мне кажется, что с такими ботинками будет очень классно, суперски смотреться. И я, скорее всего, закажу жилетку тоже черную. Вот этой вот вещи. Потому что будет смотреться мега стильно. Если вот эта вещь мне подойдет по размеру. Если вы частый гость у меня на канале, то наверняка вы знаете, что я помешалась еще и на карамельном цвете. Я какой-то маньяк. Не знаю. В общем, смотрите. Платье на каждый день. И у нас в обычных магазинах, здесь в городе, где я живу, очень много таких вещей. Это вроде как ненатуральный замш. Но он такой мянький-мянький. И это прям вырви глаз. Такое карамельно-оранжевое платье. Вот. И мне кажется, что классно тоже будет смотреться с золотыми какими-то элементами, аксессуарами. И я бы не надевала его с коричневыми ботинками, с такой вот обувью в таком же цвете, чтобы не делать тотал лук. Но с черными ботинками универсальными какими-то. Даже грубыми моими такими. Знаете, на каблуке я вам показывала. Тоже будет обалденно смотреться. В общем, надо что-то как-то поиграться с этим платьем. И по-моему, у меня тоже есть серьги к нему. Я вам оставлю ссылку на серьги, которые были на мне в предыдущем видео с покупками одежды. Потому что они многим понравились. В общем, и они неплохие по качеству. Я не помню, какая там была цена. Вот. Но вот это вот платье с теми сережками, мне кажется, будет красиво смотреться. Абсолютно обычное базовое платье. Серый меланж. Это еще один любимый цвет. Расцветка. И длина здесь такая приличная. То есть для девочек, которые высокие и носят размер SXS. Это будет самое оно. Очень приятный хлопок. В общем, посмотрим, как будет сидеть. На мне здесь рука в три четверти. И вот такое вот горлышко. На каждый день очень классно. Я не люблю надевать сюда какие-то колье. Мне кажется, это немножко старомодным. Но сирки какие-то интересные. Классно было бы. Либо же ботинки. Вот, чтобы как-то подчеркнуть характер вот этого платья. И еще, к примеру, куртку косуху. И супер. На каждый день я думаю, что вы увидите меня в этом платье однозначно где-то во влогах. В смысле уже о праздниках, о новогодних видео, которые я тоже планирую снимать. Там посмотрим, как со временем, конечно, будет. Я заказала вот такое платье. И мне кажется, что в жизни оно красивее, нежели сейчас в камере. Это вот такие вот блестки. Причем они выглядят классно. Недешево абсолютно. Ну, исполнение платья где-то так на четверочку. Сзади вырез. И, наверное, я повредничаю. Его не примерю. Потому что вот это платье я уже надевала. Показывалось мужу. Он сказал, что очень классно. Оно короткое. То есть для высоких девочек тоже не вариант. Но у кого там метр шестьдесят пять, я думаю, максимум будет нормально. Подчеркивает все то, что должно подчеркнуть. Здесь вот на рукавчиках тоже вырезы такие. В общем, смотрится довольно интересно и недешево. Я говорю, что вот оно смотрится не таким вот ярко-золотым, а приглушенным таким золотом на черном фоне. Очень красиво. Мне кажется, что если сделать какой-то макияж, такой smokey eyes с золотым элементом, будет вообще очень круто. С помадой нюд. И какие-то черные такие туфельки. У меня, кстати, есть. Я, короче говоря, уже придумала образ на Новый год. Я постараюсь сделать видео. Вот. Так что если вы заказываете себе что-то, то это очень даже неплохое платье. По-моему, оно стоило недорого. Я специально заказала два похожих платья, потому что я уже догадывалась, что одно из них точно мне не понравится. И вот это платье, оно выглядит таким дешевым. Это реально привет из 90-х. И оно очень короткое, экстремально короткое. Вот сзади есть молния, но мне не нравится, как оно сидит на мне. Точнее, муж сказал, что сидит красиво. Но вот это такая дешевая ткань. И, возможно, где-то на вечеринке. Возможно, будет какая-то у вас вечеринка в стиле 90-х. Тогда это будет уместно смотреться. Я лично это платье надевать не буду. И все вещи, которые мне не понравились, я отдаю либо в специальные такие баки, куда складывают люди одежду, бэушную даже для тех, кто нуждается в этом. А у нас в семье тоже есть родственники, которые никогда не отказываются от одежды, потому что у них трое маленьких детей. Они оба интенсивно работают для того, чтобы содержать деток, и никогда не отказываются в любых вещах, даже для того, чтобы носить дома. Поэтому я даже вот ради этого не буду отказываться от вещей от китайцев, потому что зачастую это приходят неплохие вещи. И, ну, почему бы и нет. То есть даже если я несколько раз что-то надену и потом передарю девочкам, там трое девчонок, поэтому они всегда рады, и не могут дождаться, когда я привезу что-то новое. И в конце видео покажу вам два подарка. И сейчас моя подружка обалдеет, потому что я ей заказала шарф. Причем я рассчитывала, что это будет шарф, но это огромный, огромный, я повторюсь, палантин. Настя, я тебе говорила, что я заказала для тебя плед, я не шутила. В общем, смотрите, я не знаю, как можно носить такой шарф, но вот так что ли. Он очень теплый, и, Настя, извините, что я померила, я его сажу обратненько, но, в общем, он реально очень большой. И еще для мамы я заказала шарф, который у меня был из Choice, и он очень большим оказался. Тот именно, а вот этот намного меньше, мне кажется, удобнее даже. Он такой двойной, тоже клетка, и это будет шарф для мамы. с буховиком черным, с курткой кожаной. Мне кажется, что очень классно. Ребятки, на этом у меня все, будем прощаться, я еще запишу для вас примерку, и надеюсь, что вас не раздражала моя челка, которая живет собственной жизнью, зачем я ее вообще обрезала. Всех целую и обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok